Америка проиграла войну. Торговую. По крайней мере, так считает Дональд Трамп. В Твиттере он опять высказался о пошлиной борьбе с Китаем. И обвинил политиков, которые занимались этой темой и раньше, в глупости и некомпетентности. Цифры звучат серьезно. Американский президент утверждает, что Штаты ежегодно теряют сотни миллиардов долларов из-за несправедливых условий торговли с этой страной, а также из-за воровства китайцами американских технологий. США уже анонсировали дополнительные пошлины против китайских товаров на 50 миллиардов долларов. Китайцы пообещали ответить тем же. Ну а Трамп еще повышает ставки. Чем это все может закончиться, разбирался Дмитрий Анопченко. Сделано в Китае. Это надпись в Америке повсюду. Даже сувениры, которые туристы традиционно покупают в американской столице. Флажки, магниты, открытки, майки с портретом Трампа и его знаменитым лозунгом об Америке, которая на первом месте, тоже не в Вашингтоне сделали, а из далеких китайских провинций сюда привезли. В Соединенных Штатах часто шутят. При этом горько шутят. Мол, какие бы обновки ты не приобрел, насколько дорогие вещи не купил бы. Если посмотришь на подкладку, то все равно. Но, так или иначе, увидишь вот эту подлую надпись «Made in China» сделана в Китае. Причем есть здесь и те, кто традиционно гоняются за, казалось бы, исконными американскими брендами. Только их покупают. Но стоит посмотреть на классические американские джинсы или вот на кроссовки. Все равно, нет-нет, да и появится надпись. Мол, произведено это все вовсе не в Америке, а в Поднебесной. Положить конец засилию китайских товаров или, как сказали бы экономисты, многомиллиардному торговому дефициту в отношениях с Пекином. И пытается сейчас Трамп. Причем действует в привычной для себя манере. Пошлины на продукцию из Китая уже повысили на 50 миллиардов долларов. А накануне президент дал команду изучить возможность повышения пошлин на 100 миллиардов. Но ведь понятно, что в Пекине тоже молчать не будут. Там уже объявили о готовности к зеркальным мерам. На четверть повысить сборы с товаров, которые штаты продают. От соевых бобов до автомобилей и самолетов. Только вот китайские пошлины пока не вступили в силу. Пекин выжидает. И параллельно жалуются в ВТО на незаконность двух самых серьезных американских пошлин. На алюминий и сталь. И это еще только артподготовка. Настоящая торговая война впереди. Эксперты в один голос говорят. Если два экономических тяжеловеса начали битву, ее отголоски весь мир услышит. Администрация надеется, что и другие страны будут сейчас оказывать давление на Китай. А я думаю, в результате этого мы только всех союзников потеряем в торговой войне с Китаем. Да, заодно пострадают многие наши союзники, в том числе и в Азии. Им отвечать нечем. Они просто будут сидеть и наблюдать за происходящим. Формальный повод для этой торговой войны уже назван нарушение интеллектуальных прав. По сути, пиратство. Когда, как уверяют в Вашингтоне, американские технологии слизывались без зазрения совести. Местная пресса даже получила доступ к директиве Компартии Китая, где якобы прямо предписывается воровство у штатов научно-технической информации и вербовка американцев, имеющих отношение к промышленным тайнам. В Пекине, мол, целое подразделение разведки есть, так называемый отдел единого фронта, который отвечает за добычу технологий. Поставить Китай на место Трамп обещал давно, еще не будучи президентом, и теперь взялся за дело. В итоге золото растет в цене, доллар слабеет, финансисты напуганы возможностью спада мировой экономики. Чем все это закончится и кто победит, и победит ли вообще, просчитать невозможно. Но в Белом доме убеждены, что Китай нуждается в США куда больше, чем Штаты нуждаются в Китае. А значит, ждут, если не капитуляции, то хотя бы уступок. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.